КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Надеюсь, что нет, но в общем и так может и не выйти. Следующий вопрос, коллеги. Последних скандалов в допинге врачебная команда следит за тем, чтобы не попали какие-то запрещенные препараты чистые. Следующий вопрос, пожалуйста. Фетерис, у меня к вам вопросов. Как вы сами считаете, сезон у вас получился очень неплохой, вы сделали еще один шаг вперед. Ну, наверное, в первую очередь, как тренер Торпеды именно, да, продвинулись во второй раунд. Вы не ощущаете, что это вот уже потолок, и чтобы двигаться дальше, надо не только организовывать игру, характер проявлять, а еще все-таки усиливать конкретно состав команды? Ну, во всем надо добавить. Достал, да, у нас слишком много ключевых защитников у нас не было к плейлу, это однозначно. Но во всем надо добавлять, и тренерскому штабу, и мне, и в организации игры, и понятие, как мы, на каких, скажем так, оборотах мы должны работать, чтобы в качестве игры, когда мы попадаем в такую команду, как ЦСКА, она все-таки была достойна того уровня, чтобы их победить. Да, если с Йокерой там, мы абсолютно справились. Естественно, что второй круг, команда лучшая, и у нас игроки, ну, у нас в обороне мы играли без ни одной из замен, да, вот эти все, вот эти все два раунда. Да, естественно, что те ребята, которые у нас, Аляев, прошлогодний игрок молодежный, Иосипов, Макаров, они ребята из высшей лиги, да, но они набираются, но у нас, у нас свой путь, у нас мы не можем, скажем так, копировать ЦСКА и набирать такой состав. У нас просто своя комплектация, свой бюджет, и мы должны растить этих ребят и где-то терпеть, наверное, но я повторюсь, что мы реально понимаем, как мы должны играть, как мы должны выглядеть, да, чтобы дать себе шанс на следующий год побороться с ЦСКА, потому что, ну, это будет та же команда и та же игра, в принципе, поэтому во всем, во всем мы должны добавить, по чуть-чуть, скажем так, чтобы стать лучше на следующий год. Просто в этом сезоне вы небольшой такой подвиг совершили, вы реанимировали Фролова, реанимировали Жердева, им лучше, ну, если так в кавычках можно сказать. Я не согласен, что это какой-то подвиг, это хорошие ребята, это, ну, вообще Коля, это один, наверное, из самых таких технических, хорошо оснащенных ребят, которые есть у нас в Лиге, да, может быть, не все у него складывается гладко в жизни, но мы видели потенциал, мы много общались, и я тоже был готов что-то, скажем так, терпеть, да, чтобы все-таки... Они полностью оправдали ваше ожидание. Пожалуйста. Вячеславович, чемпионат компа Анаши Павлов, хотел по роду у вас спросить, как-то не особо впечатляет его результативность в плей-офф. Вы довольны ли его игрой, или может быть, чем-то не прибавить на дальнейшем? Все-таки наступают уже более ответственные раунды. Нам все надо прибавлять. Сегодня, я скажу откровенно, сегодня лидеры наши немножко оказались в тени, но это бывает, это плей-офф, это игры, это они играли, но вышли другие ребята, взяли на себя, это и есть, в этом и есть команда. Она сегодня очень для нас тяжело спрапливаться, очень тяжело, и еще раз говорю, Сашка большая фигура, большая часть нашей команды, он, если он, допустим, недоволен с игром, так как он это прекрасно понимает, еще раз говорю, ну, сегодня получилось так, но, опять же, до этого игрок хорошая игра. Вы понимаете, здесь мы понимали, какая будет игра. Чем мы можем победить торпеда, понимаете, ну, Петрис одну такую, подсказал вещь, для нас это не было сюрпризом, да, что они играют в жизнь защитников, играют, мы знали, на что бить эту команду, как бы, вот, и нам, может быть, нужны были немножко другие, я думаю, мы увидим Диму Кудрушева, как бы, он старовитый игрок, но для этих моментов, ну, нужно были другие люди. Петрис, вот вы упомянули, что во втором раунде соперник сильнее, в чем конкретно ЦСКА сильнее Йокерит оказался, в мастерстве или все-таки в характере, если так вот упрощено? Да, нет, у нас на наших характере, мы знали, мы знали, какой характер, поэтому мы знали, что если мы можем Йокерит прибить, там, да, человек 6-7, да, и у нас все получится, то с ЦСКА, мы знаем, что это команда с хорошей глубиной состава, нам придется очень тяжело, и мы должны, скажем так, каждую игру сыграть на максимум, еще плюс, наверное, процентов 50, да, но ЦСКА намного мощнее, намного быстрее, она отбирает пространство игры, и ты должен продолжить качественно выходить из давления и пятером играть против агрессивной четверки, что, что нам не хватило. Я говорю, мы, нам просто не хватило банально качества игры вот в таком агрессивном хоккее, да, где намного было меньше времени и пространства, чем в первом раунде с Йокерем. То есть именно прибить не получилось? Нет, не прибить, опять же, ну, мы тут, мы ЦСКА не можем прибить, да, если мы знали, что Йокерит не можем прибить, то мы, у нас не было иллюзии прибить ЦСКА, это нереально. Мы знали, что просто мы должны держать удар, держать удар и при этом продолжать вот это качественно делать вот эти вещи, да, выйти ногами, отдать короткий пас, да, в большинстве мы знали, что четверка ЦСКА, она очень агрессивная, да, что мы должны найти вот этот бросок, да, но, увы, у нас это... У нас это не получилось, но, опять же, это огромная, конечно, доля. Должны отдать должность ЦСКА, не дали нам это сделать. Владимир, спасибо большое. Спасибо, и спасибо.